всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 18 января и когда вчера или позавчера я прочитала комментарии где мне сказали покажите пожалуйста ваши томаты свежие в подвале потому что многие знают что я осенью загружаю ну какие остались мне прям смешно стало ну ладно я понимаю там перед новым годом на новый год есть но мы же их не храним бесконечно долг ну долго по времени конечно они уже и я ответила что на новый год все салаты изрезали да есть помидоры еще которые долежали но они в таком такого качества что кушать ты их уже не хочется вот смотрите вот такие остались самые самые маленькие которые снимала за пупышами конечно для 18 января что свежие помидоры лежат в подвале они уже не в подвале они у меня уже дома лежат вон на камине валяются их уже никто не ест я просто наблюдаю за ними ну лежат и лежат вот я уже даже сорта не знаю перепутала это какие-то грушевидные да неважно но дело в том что в январе в это время мы уже конечно переходим на заморозку наступило время употреблять замороженные продукты потому что свежие у нас и перцы и томаты уже закончились но заморозка это тоже прекрасно я заморозку люблю больше чем вот эти всякие консервированные есть конечно еще консервированные у меня и лечо и всякие суповые заправки я готовлю очень много еще с года на год вот видите тут щи мне очень нравится когда например свежая капуста заканчивается и квашеная капуста ближе к весне она уже не для ненадлежащего качества и бывает такой период когда закончится та которая не консервированная тогда можно заправки делать такие у меня разные суп и суповые заправки просто заправки для пережарку все но мне заморозка нравится больше все знают что вот при шоковой заморозке сохраняются все витамины и вот взамен теперь эти я конечно уже кушать не буду хотя вот эту скушать хочется такая аппетитненькая но я уже перешла на замороженные у меня томаты заморожены по-разному есть вот такие вот как она не томатная паста просто измятые помидоры чтобы больше вошло и в прошлом году я воспользовалась советом него так на одноклассниках зрительница одна посоветовала я благодарю ее но извиняюсь за забыла уже фамилию много у людей пишет она мне показала как она использует вот эти мешочки зип замками я тоже хочу посоветовать тем кто этим еще не пользуется я вот первый год попользовалась мне очень нравится он во-первых не надо завязывать не надо никак упаковывать выдавил воздух застегнул вот этот замок вот прекрасно и перцы и это перцы у меня есть порубленные мелко пережарку есть просто половинками вот этот перец не могла не 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 заморозить смотрите какая толстая стеночка хороший тут конечно на заготовку тут сорта уже все перепутаны я уже не не отсортировала сорта сорта на еду все равно оказалось а я же летом как заготавливаю в морозилку в гараж заготавливаю в морозилку сегодня попросила мужа оттуда принести контейнер я удивилась как много я всего запасла за лето я же не контролирую не смотрю он туда уносит уносит Оказалось большое количество замороженных грибов, большое количество замороженных перцев. Все это сейчас зимой, как никогда кстати. Вот все это я сейчас вытащила, выберу пакет перца с кусочком рыбы на гарнир, в перемешку с грибами. Грибы отварные и в отварном виде замороженные, потому что много я насолила, намариновала. Но я не очень люблю соленое маринованное. Это, опять же, из-за большого содержания соли, нам уже пожилым людям не рекомендуют врачи кушать много соли. Я лучше вот такие отварю, заморожу. Контейнера простые, обыкновенные, компактно, хранится очень хорошо. Сейчас раз на сковородочку с лучком, обжарить лучка, обжарить немножко морковки, добавить туда потом вот мелко порезанный перчик и кусочек рыбы. Объедение. А вот эту маленькую красотку я все-таки съем. Все. Вот это мой ответ краткий такой, ну не очень краткий получился на вопрос, долежали ли томаты, какие томаты мы сейчас поднимаем с подвала, едим и показать там. Я уже оттуда все подняла, все, что мы могли на Новый год. После Нового года мы уже съели. Томаты, конечно, есть, безусловно, но они, по моему мнению, уже непригодны к еде. Просто теперь для эксперимента вот наблюдаю, до скольки она еще долежит. Остальные собратья все состарились у нее, сморщинились. Видите, они не гниют, они высыхают. И я вот говорю, что у таких сортов, у пальчиковых, у перцевидных, у грушевидных, у мелких, есть очень хорошее свойство. Они не текут и не гниют, они иссыхают. И вот именно эти сорта хороши и для вяления, и для консервации, потому что у них большое содержание сухих веществ, у них мало жидкости. Они очень долго лежат, но в январе 18 числа, чтобы были целые томаты, это хорошие свойства, показатели. Все, я вам советую на будущий год. Как всегда у нас будет всего много. Я каждый год думаю, на будущий год надо вообще все, побольше сделать. Куда больше, сейчас смотрю, вот эта банка, одна маленькая вообще с прошлого года. Короче, у нас на будущий год будет всего много. Нужно не только уметь выращивать, но и заготавливать. Суповые заправки, заморозки различные, лечо, томатные соки, томатные кетчупы. И потом всю зиму будем баловать своих домочадцев свежими, натуральными, но не совсем свежими, пусть замороженными, экологически чистыми продуктами. Все, до свидания. Сейчас буду кушать вкуснятину.